Менделееву приснилась таблица химических элементов Сальвадора Дали, идея его картин В царстве Морфея люди проводят третью часть своей жизни Там мы путешествуем по миру, переносимся в прошлое Или создаем альтернативное будущее Мне приснилось, что я летаю над городом Все дома такие маленькие, люди маленькие, машины тоже И в какой-то момент я резко начала падать И проснулась Что же это может значить? Можно спросить у интернета, можно гадать на картах Таро Но лучше обратиться к профессионалу Для психологов сон – реакция ума на события из жизни, стрессы и скрытые желания Ирина Негрышева занимается толкованием сновидений уже 5 лет Начинала с анализа своих собственных Соники – это, в общем-то, такое, скажем, сомнительное мероприятие Потому что при анализе сновидений мы, в общем-то, рассматриваем несколько уровней То есть в первую очередь мы оцениваем личностные смыслы Что этот образ, что эта метафора несет для клиента Яркие и сложные По некоторым сюжетам снов можно снимать фантастические фильмы Но также в них могут быть зашифрованы скрытые смыслы Психолог разбирает сновидения на составляющие И выделяет символы, которые указывают на проблему и возможный способ ее решения Есть один вид снов, которые я, как это ни странно, связываю, может быть, с прошлыми жизнями То есть мне снятся или мне снятся какие-то события не из моей жизни Есть сны, когда я – это я А вот здесь я почему-то понимаю, что я не эта женщина Еще глубже погрузиться в бессознательное помогают мандалы сновидений Рисунок эксимметричен Обычно это окружность с четко выраженным центром Все то, что очерчено кругом внутри – это наша психика Все то, что находится за пределами круга – это окружающий мир и его объекты То есть, в принципе, символика мандалы присутствует во всех культурах абсолютно, во всех культурах мира Часто мы не придаем снам никакого значения До тех пор, пока приснившееся нам событие не воплотится в реальной жизни Тогда закрадываются сомнения – это совпадение или сны действительно могут предсказывать будущее? Вещи и сны – это вымысел или реальность? Там четверга на пятницу, вот эти вот все суеверия? Не знаю, как насчет четверга на пятницу, но есть такое понятие, как пророческие сны Или вот второе название – вещи, когда наше подсознание действительно нам дает такой материал, который потом сбывается в нашей жизни В любом случае нередко именно сновидения вдохновляют на новые открытия или создание шедевров мировой культуры Они стирают все границы, в краю морфея мы можем стать кем угодно Главное не забывать, что реальная жизнь намного увлекательнее любого сна Дарья Шарипова, Максим Турчев Утро нового дня